МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже более ста лет от двери университета БЭПКО открыты для всех желающих получить образование. На сегодняшний день в его стенах учатся 10 тысяч студентов, и лишь 8% из них адвентисты. А это значит, что есть очень много тех, кто никогда не слышал об Иисусе и с кем нужно поделиться вестью о его любви. Совершая служение в этом учебном заведении, мы стараемся не просто давать образование нашим студентам, мы хотим достучаться до их сердец. Очень хочется, чтобы каждый из них лично встретился со Христом до того, как они покинут стены нашего заведения. Поскольку Иисус является центром всего, что происходит на территории кампуса, весть Евангелия очень быстро распространяется. Мы хотим, чтобы, видя Христа в нас, наши студенты тоже становились Его учениками и рассказывали о Нем своим близким. Тогда постепенно весть о Христе и Его истинной Церкви прозвучит в каждом селении по всей стране. На территории университета всячески стараются поддерживать особую духовную атмосферу. Кроме того, существуют различные социальные программы, участвуя в которых студенты могут посвятить свое время и силы на служение людям, которые их окружают и нуждаются в помощи. Не так давно студенты и преподаватели университета провели бесплатную программу по оказанию медицинской помощи местным жителям. Они хотели рассказать людям, что Бог их любит и что каждый из них ценен в Его глазах. Мы желаем, чтобы наши действия соответствовали нашим словам. Ведь лучшая проповедь — это личный пример. Тогда те, кому мы свидетельствуем о Христе, увидят, что мы переживаем за Божье дело и ждем Его скорого пришествия. Программа получила самые положительные отзывы, и многие люди узнали об университете. Учащиеся и преподаватели учебного заведения уверены, что обучение следует начинать с самых юных лет. Главным, по их мнению, является воспитание детей в духе служения. Поэтому многие студенты университета помогают добровольно проводить различные детские программы. Сотни ребят готовы принимать участие в мероприятиях, которые проводит университет БЭПКОК. И среди них много тех, кто еще не пережил личную встречу с Христом. Но, независимо от их религиозных убеждений, им нравится слушать об Иисусе. К сожалению, на территории кампуса нет специально отведенного помещения, где эти дети и молодые люди могли бы проводить свои занятия. Поэтому очень часто их встречи откладываются на непределенный срок. Иногда, если погода хорошая, они даже проводят занятия под открытым небом. На территории университета планируют построить многофункциональный молодежный центр, где будут проходить различные программы. И тогда все желающие смогут посещать их сами и приглашать друзей. Позади меня вы можете увидеть участок земли, на котором мы планируем построить многофункциональный комплекс. Это будет молодежный центр. Здесь молодые люди смогут приобретать различные знания и навыки. Конечно, в первую очередь мы хотим заботиться об их духовном здоровье. Но, кроме этого, в центре они смогут развивать свои умственные и физические способности, учиться правилам общения с людьми и взаимодействия в коллективе. Приобретая столь важные знания, молодые люди смогут оказывать положительное влияние на окружающий их мир. На сегодняшний день нашу церковь посещает примерно 400-500 детей. Но, к большому сожалению, из-за того, что нам негде заниматься с этими детьми, мы не можем эффективно планировать работу с ними или организовать разные мероприятия. Проведение программ требует тщательного планирования и подготовки. Но у нас нет помещения, в котором мы могли бы, к примеру, хранить наши материалы и оборудование. И из-за того, что мы постоянно перемещаемся с места на место, все ломается. Но оборудование — это не главное. Эти дети для нас намного более ценны, и мы должны о них позаботиться. В них заложен огромный потенциал, их сердца горят любовью Христа. Они имеют огромное желание служить во благо людей и во слава Божью. Часть пожертвований 13-й субботы этого квартала будет использована для строительства молодежного центра в университете БЭПКОК. Это даст возможность молодым людям делиться вестью о Христе. Также, благодаря вашим пожертвованиям, будет построена школа в Габоне, где сотни детей, которые не имеют сейчас возможности учиться, смогут получить христианское образование. Спасибо вам за вашу поддержку. Мы очень благодарны членам Всемирной Церкви, Генеральной Конференции, нашим спонсорам за помощь и за поддержку, которую они нам оказывают. Спасибо всем, кто готов жертвовать, чтобы на территории нашего университета появился многофункциональный молодежный центр. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваше служение, и пусть Он даст силы всем нам в возвещении Благой Вести, чтобы люди по всему миру узнали о Христе и о том, что Он скоро грядет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!